Так, значит, мне много интересных комментариев написали под прошлым видео. Там даже человек очень развернутый, умный комментарий написал по поводу жизни. Вот вообще на севере, что и как, прям я с интересом читал. Нет, еду хранить на холоде не надо, потому что это привлекает хищников различных. Но даже в доме надо ее хранить аккуратно, потому что могут быть мыши. Если честно, я удивлен, что на крайнем севере водятся мыши. Там же, ну, очень холодно. Так, кстати, сколько время? А время-то уже к шести. Заночевать тут не получится, кстати говоря. То есть мне нужно сейчас вообще в срочном порядке ретироваться домой. Ой, я тут еще и мясо забыл убрать. Я могу попытаться приготовить. Могу, конечно, да. Шиповник можно заварить. Но нет, мясо волка хотя бы одно поедим. И надо по-хорошему двигать обратно. Чтобы собрать динамит, мне понадобится, собственно, играя тротиловая шашка плюс к ней медная проволока и канифоль. Медная проволока и канифоль у меня дома. Так, давай, жареный волк. Вообще, насколько я знаю, мясо хищников лучше не есть, потому что есть шанс подцепить паразитов. Очень высокий шанс. Все. Значит, я, честно, вообще не понимаю, где я сейчас нахожусь относительно карты. Ой, еще ничего не видно, как хорошо. То есть, вообще не понимаю. Самое плохое, что может быть, это то, что мы пойдем влево по прямой и в итоге попадем в тот край карты. А нам надо либо к самолету, что, в принципе, будет лучше, либо выйдем к рыбацкому хутору. Нам нужно идти в какую-то сторону. Мне говорят, ориентируйся по солнцу. Я что-то посмотрел сейчас, попробовал поискать в интернете информацию. Солнце вообще по-разному садится. Так, ладно, куда идем? Да я предлагаю просто отсюда идти куда-нибудь сюда. Я реально выбрал наугад, честно вам скажу. Хотя, по идее, вон там садится солнце, может там в ту сторону. В общем, солнце садится по-разному, зимой, летом. И оно плюс нечетко там садится на юге или на западе, на востоке. А оно может на юго-западе, на юго-востоке садится, подниматься. Вот такие вот моменты. Все, идем с вами просто прямо. Надо просто запомнить, находясь дома, где примерно солнце встает и где оно садится. И уже в будущем идти в эту сторону. Также мне, конечно, сильно не хватает осветительных приборов. Фонарь я не могу скрафтить самостоятельно. А вот, кстати, вон там деревья прямо наверх идут. Наверху растут. Как раз подъем наверх, может быть, это то, что нам нужно. Также в комментариях замечены шутки, что если бы можно было разбирать дома, то я бы разобрал все и все в один дом затащил, положил в ящик. Волки будут, блин. Я поднимаюсь наверх, потому что, во-первых, сверху больше обзор. А во-вторых, возможно, сверху мы идем в сторону моего дома. Но, конечно, это, скорее всего, не так. Надо было пробежать намного больше, чтобы попасть в сторону моего дома. Возможно, мы сейчас поднимаемся вообще к радиовышке. Можно якобы крафтить себе флажки. Но, опять-таки, я тут не нашел. Возможно, вы полностью здоровы. Возможно, ветош, вот это веха, это является какой-то... Но у меня, опять-таки, вообще не хватает ткани. Какая-то непруха-невезуха. Где бы что я не обыскивал, у меня не попадается одежда. С одеждой прям капитально не везет. О, да ладно. Да ладно, смотри, как повезло. Я пошел совершенно рандомно и все-таки вышел к дому. Нихерна не видно, правда? Отлично. Нам с вами прям здорово повезло. Причем я зашел с задней стороны дома. Блин, карту все равно не видно, да? С задней стороны. Причем как-то, если смотреть на карту, то слева от дома. Хотя вроде пошел от шахтерской деревни. То есть, по идее, если я пошел домой, то я пошел от шахтерской деревни влево. Я вроде как особо никуда не рулил, но зашел домой. Ладно, мы в любом случае понимаем, что карта, в принципе, не такая огромная. Блин, страшно. Вот представь, вот так возвращаешься домой, вот если бы это была страшилка. Смотришь туда вдаль, а там какой-то черт стоит с красными глазами. Вот примерно там, где камазы. Ох, я бы испугался, я бы так побежал наверх. Так, ну а теперь нам надо как-то подняться. Не видно абсолютно ни хера. Но, кстати, я не посмотрел, где садится солнце, блин. Игра очень атмосферная. Мне всегда нравилась атмосфера севера, холода. Я говорю, еще тут не хватает всяких бабаек. Вот тогда бы было вообще стоп. Так, все, зажег генератор. По палкам у нас что? А не могу ли я сразу горячую спичку зажечь? Это же печка получается. Кстати, вот по идее она горит. А куда девается угарный газ, который выделяется в процессе горения? По идее же могу даже травануться тут. Так, есть мосинка новая абсолютно. Это прям здорово. Мясо может быть пережарить? Все, потому что что-то я боюсь за его состояние. В любом случае что? А, у меня, кстати, была. Даже моток медной проволоки. Канифоль в одном из ящиков. Напрягает меня еще то, что у нас нет двери там снизу. И кто угодно может забраться. Ну и, в принципе, человек, который прям про север написал большой комментарий, он и рассказал о том, что двери должны быть прям везде. Так, закидываем. Дрова. 35 дров. Нормально. Уголь я, пожалуй, пока кидать не буду. Мне кажется, что он мне еще может пригодиться. Разжигаем костер. Все, отлично. Пошел процесс горения. По состоянию у меня все прекрасно. Кстати, крафт. Ручной. К ручному крафту относится то, что вы можете собрать собственными руками, без дополнительных инструментов. Конечно, возможности ваших рук весьма скудны, но зато они всегда с вами. Но, как мы видели, действительно особо не соберешь. Создание чего-либо возможно с помощью разных приспособлений, которые вы можете найти на своем пути. Это могут быть самые разные приспособления. Начиная от верстака и швейной машинки до самогонного аппарата, плавильни или промышленного станка. Кстати, жаль, что у нас тут никакого верстака нет. Если так подумать, это же как бы база наша. Тут по-любому что-то должно быть. А что тут лампочка-то не горит? Может, это выключатель есть отдельный? Но в любом случае нам сейчас спать. Ну да, и то, что у нас окон нет, это же максимально странно. То есть, по сути, зимой даже не то, что окон нет. Их вообще быть в принципе не должно, как тоже некоторые люди считают. Потому что окно это в любом случае потеря тепла всегда. А тем более на крайнем севере, где супер холодно. А тут мало того, что окно есть, в смысле как дырка в доме, так оно еще и вообще без стекла. То есть стекла нет абсолютно. Я могу отсюда выпасть спокойно. Смотри. Ну это же жесть какая-то. То есть, по-хорошему, оно должно быть заколочено. Ладно. Генератор, кстати, практически беззвучно работает. Кишки сушатся. Где я нашел? Две пустых канистры. У нас есть одна полная. А мне казалось, что две полные есть. Ладно. Кишки высохли. Наверное, придется сейчас высушенные кишки взять. Вообще много чего крафтового взять, чтобы на станке там себе покрафтить разных предметов. Единственное, что... Кстати, а видите, там в шахтерском домике еще что-то отмечается. Как будто какой-то вход в шахту. Как и снизу, вот знак вопроса. Снизу, слева. Тоже как будто бы вход в пещеру, да? Вот сверху то же самое, но я там ничего не нашел. Рыба, я так и не понял, как ловить. Там даже нигде не было написано что-то типа нажмите F. Все, будем готовить. О, банка 0%. Слышали? А что с банкой 0% делать? Вообще без понятия. Просто мяса очень много. Я боюсь представить, сколько с медведя выпадет. Кстати, можно же еще шипом не приготовить. Правда, из него еще и крафтится что-то. О, повязку с амхом. Давайте одну сделаем. Это у нас что? Повязка с амхом. Древняя охотничья подспорья. А по сути, обычный клочок ткани с приложенным к нему мхом. Помимо кровоосстанавливающего эффекта, может обеззаразить рану. Опа. То есть, это если я заразу подхвачу. Предотвращает заражение раны. А обычная повязка просто заживляет. Причем кровоостановка у них абсолютно такая же. Кстати, лечебная настойка. Какая-то. Рог оленя. Но я однажды встречал оленя. В принципе, понятно. Самогон требуется. Самогон у меня как раз-таки особо... Одна банка всего. Грибы. Ага, ну тут используется для создания горячительных напитков. Скорее всего, это для самогона. Приготовленные куски, кстати, приобретают стопроцентное состояние. Несмотря на то, что я мясо приготовил из 75-процентного. Все отлично. Ой. Подожди. Тут дверь, оказывается, есть. Я ее не закрывал. Или я как-то закрыл, но не заметил. Короче, я хочу хранить мясо вот тут где-то. Потому что, ну, тут как бы холодная комната, так. Можно себе это представить. Все куски мясо убираем сюда. Так, ну что возьмем с собой в поход? Тот с 98%. Мосинка 100%. Ну, кстати, 100% это, конечно, что-то странное. Как она может быть 100%. Поэтому надо разделить шкафы. В принципе, крафтовые, наверное. Хотя, с другой стороны, я же их с собой сейчас возьму. У меня много чего надо взять с собой. Даже те же самые кишки. Они весят, блин, много. С другой стороны, одну мосинку можно оставить дома. Потому что, а зачем? Банку можно взять целую. Грибочки, опять-таки. Еще один таратил. Ну, гильзы, скорее всего, можно с них что-то делать. Ну, как я нагрузился капитально. Еще раз объясняю. Так, много всякого я с собой беру. В надежде там что-то себе заделать. Можно лишь частично убрать дрова куда-нибудь. Пятый шкафчик, например. О, нихера, подожди. У меня тут штаны какие-то. Еще говядина. Видимо, когда я второй раз начал, я не так уж активно обыскивал. У меня тут какие-то штаны. Значит, у меня 60% изношенные, кашемированные. А тут целые зимние карго. Примет одежды. Бонус тепла плюс 7 при состоянии 100. Тут бонус тепла плюс 3 при состоянии 100. То есть, в принципе, эти штаны должны быть лучше. Ну и все остальное тут тоже надо забрать. Попливо для розжига. Обалдеть. Если я их одеваю, сейчас минус 3. Одеваем 1 градус. Вот это можно принципировать на ткань, чтобы факел у меня был, если что. Ну и все. Такая-то 5 кусков дает. Вообще супер. Ах, чувствую, что я с собой очень много всякого беру. Это может быть для меня проблемой. Но опять-таки, часть дров я оставлю. О, потухло. Ну ладно, все равно спать. Все, 10 дров. Оставляю себе. Это 31 килограмм. Все равно много. На гитаре, кстати, сказали, можно играть. Ёлки-палки. Ага. Не, интересно. Режим перебора. Режим аккордов. А ну, перебора. Не, это круто. Тут реально можно чему-то научиться играть. Режим аккордов. Короче, я попытался что-то из интернета воспроизвести. Не получилось у меня, потому что я, в принципе, не гитарист. Попробовал вроде побрынить, типа, с каким-то аккордом. Но не то, не то. Ложимся спать тогда. Наверное, без спечки. Спать ложимся до 8 утра. Надеюсь, я закрыл дверь. А! Ммм, кстати. Часть с шиповником я себе сделал горячий. И он активно теряет тепло. То есть, он на короткое время. Причем, он так нормально теряет. Но, в принципе, аналогично. С чего я там должен долго держать? Подожди, что за бред? О-о-о-о. Ё-ё-ё-ёй. Короче, я перезагрузился же. Но я умер. И сейчас в ячках ничего нет. Ну, того, что лежало. Штаны, типа, и так далее. Что это за дичь? Типа, игра считала, что я это уже взял. Даже если я перезагрузился, то у меня тут все равно нихрена нет. Я правильно понял? Найс, логика, кста. А ну, а что мне делать-то по факту? Ну да, умер я, и что? Все, я потерял свое снаряжение. Так, ну что, как мне сохраниться? Я не хочу умирать. Кстати, вот эти, по идее, ящики я тоже могу сломать. Да. Французное радио даже. Оружение запчасти, металолом. Ух, так смотришь, всякие силуэты мерещатся, да? Особенно, где он пеньки. Срублено все. Все, я специально подождал, пока потухнет печка. Кстати, а почему ее нельзя тушить, когда уходишь? Банально, чтобы не расходовать костер. Состояние бружуйки, согреться, удерживайте. Покинуть, почему ее нельзя затушить? Реально, это, кстати, недоработка, я считаю. Все, спим до семи. У меня ни голода, ни холода, ничего нет. Все, слава таежному монстру, я живой. Правда, очень хочу жрать, пить, но это понятно. Для этого у меня есть куча мяса волка. О, чай с шиповником холодный, можно подогреть. Это круто. Жалко, тут нет какого-нибудь бонуса тепла. В принципе, все, оставляю себе три куска. Мы можем идти. А почему у меня нормальный здоровье не восстановился? Так, все, сейчас идем с вами довольно далеко. Натратил, туда-сюда, все это есть, чтобы себе собрать динамит. Ну, по идее. Вот тут тоже дверь не хватает, вообще ужас. Как-то безалаберно ребята живут в Саихате. Говорят, что почти все ящики разбиваются. И лутаются, и разбиваются. О, канифоль. О, о, о. Это что такое? Изношенный военный бушеват. Бонус тепла плюс 9 при состоянии 100. Предмет одежды, переносимый вес плюс 5. У меня плюс 5, плюс 9. То есть явно лучше. Вот сейчас это взять, и по идее надо сохраниться. Еще и молоток нашел. Это прям вообще тема. Так, одел. Минус 16, а было? Минус 17. То есть часть тепла он дает. Порвать на ткань, допустим. И мне сейчас реально надо делать костер, чтобы сохраниться. Потому что, не дай бог, я умру. Так, эту херню разломать нельзя, правильно? Да, я можно только обыскать. Ого. Еще что-то. Ну, правда, я сейчас на перегрузе буду. Куда я столько беру? Все, делаем костер. Еще и починить все эти бушлаты, не бушлаты. Вообще будет круто. Ну, и правда, у меня же плюс вес, точно. Ну, кстати, он должен меньше переносить из-за того, что он сломан. Там всего лишь 60%. Не удалось. С кого тебе не удалось? Все, есть сохранение. Можно даже, наверное, погреться, хотя не обязательно. По состоянию все хорошо. Итак, смотрим по карте. Нам надо, значит, идти... А, нам, грубо говоря, с А3 прямо нужно от дома ровно вправо. Ну, влево по карте. По карте влево, а без карты вот прямо туда, вправо от дома, до упора, не сворачивая. Ходили мы уже с вами так, и каждый раз, блин, выходим куда-то не туда. Кстати, сколько тряпок? Спор, он в этого тоже 5, как со штанов. Мне казалось, что с куртки больше. Четко вправо. То есть, прям от дома. Вот дом, вот прям вот так. Да, практически до конца карты там должно быть... Подожди, а вдруг там не лесопилка, а уже шахта непосредственно. Не, я думаю, там лесопилка. Все, поехали просто прямо. Вот прям мышкой не шевелю, стараюсь не шевелить. Хотя шевелить хочется, скажу вам честно. Подожди, мы так разве не к маньку выйдем? Не к маньку мы иначе выйдем. Просто иди, не задавай лишних вопросов. Сказали, как вариант, чтобы идти прямо, обходишь дерево слева, справа, слева, справа. Короче, получается, как бы ты вот так сходишь с траектории, вот так на нее возвращаешься. Потом опять сходишь, опять возвращаешься. И таким образом ты как бы идешь прямо, относительно. Интересная рекомендация. Вообщем, главный герой как-нибудь отреагировал на смерть товарища. Он, по-моему, даже не плакал. Так, вон, у меня теперь, кстати, молоток есть. Вместо ножа, долбить ящики. Вот оно, ружье на всякий случай. Так, если развернуться, и оттуда я пришел с возвышения. И вот так вот. Мои следы плюс-минус прямо, и дальше идем. В надежде, что я не собьюсь с пути. Опять-таки, по факту, как я понял, карта тут не огромная. Просто ты плутаешь, и вот за счет этого создается такое впечатление, что она большая. Да нет, просто потерялся в трех состах, как говорится. Так, тут какие-то деревья мертвые. Ооо! Как он меня заметил? Кстати, от него следов не остается. Так, фиксирую вышку. Шли вперед, вышли сюда. Эта херня как-нибудь отмечена? Потенциально это может быть то, что сверху, видите, елочка. Слева от дома, сверху елочка. Но я же прямо, блин, шел опять. Но это не точно. Не зря с ружьем бежал, как что-то почувствовал. Так, а гильзы где? Я найду этому применение. Ладно, давай не рассказывай. Замерзшее болото? То есть, эта локация должна быть отмечена на карте? Хера непонятно, есть кто, нет кого. Так, замерзшее болото. Какого это фига? Я говорю, это елка. Либо снизу от дома, но я шел, блин, ровно. Мне кажется, все-таки объекты тут неправильно на карте расположены. И в реале они немножко, мне кажется, друг друга смещены. Может, я ошибаюсь. Но смотрите, по прямой от дома до вот этого обведенного слева круга есть какие-то хотя бы отметки? Нет отметок. Но я нашел какое-то болото. Идем дальше прямо. Ну, в принципе, кстати, мне же в лесопилку надо было. Старые лесопилки, да. Тут, видите, деревья вон впереди посрубленные, поспиленные. То есть, потенциально я все-таки правильно иду. Какой это гриб? А, есть съедобные и несъедобные. Лезть на вышку. Опа, холод пошел. Я думаю, стоит банально, чтобы посмотреть, есть ли там что. Ничего нет. Что-то вышки тоже какие-то неутепленные, да? Слышите звук такой странный? Как будто стрельба, что ли. Ладно, идем дальше прямо. Опять-таки ружье. Ага, вижу дом. То есть, все-таки я правильно шел по прямой. Но как тогда это болото вообще есть между моим домом и лесопилкой? Если там ни хера никаких ответов нет. Вот и думай головой, как говорится. Так, не дай бог тут будет какой-то медведь. Опа, все, все-таки лесопилка. Как говорится, Миша, Мишенька, медведь, научи меня не бздеть. Потому что я бзду. Или бздю. Ибо умереть откат не хочется. Вообще, знаете, есть что-то в том, что ты не можешь сохраняться где угодно. Ты добавляешь какого-то азарта к игре, какого-то страха перед лесом. То есть, ты боишься умереть. В том числе из-за того, что придется много переигрывать. Значит, на лесопилке должен быть какой-то станок, на котором мы соберем динамит. Господи, кто там крякает? Вот он, кстати, станок. А вот сюда я, если что, заберусь. Если вдруг что. Тут меня точно медведь не должен достать. Так, ящик обыскивается. Не обыскивается. А ломается ли? Давай сразу кувалду возьмем. Нихрена. Ладно. Костерок давай сделаем, а то я замерзаю. У меня здоровье, он уже 70. Неплохо было бы его до конца уж восстановить. А то сейчас начнет падать. Опять не удалось. Не, все-таки я считаю фразы лишние. Ну, по крайней мере, он одни и те же фразы, по сути, повторяет. Отогреваемся. Хотя, по факту, у меня есть обморожение? Его нет. Ну, давай греться. Температура 30 градусов. Согрелся. Тут же можно попить сразу, чтобы никаких потребностей не было. И еще истопить воды немножко. Дабы было. Так, мы тут должны с вами все облазить. Прямо по-любому. Сколько тут запаса? 187 уже. Ну, тает потихоньку. Так, нет, станок, кстати, нельзя использовать. Чего подобрал? Чего-то подобрал. Съедобный гриб. А это какой все-таки? Несъедобный гриб. Что-то несъедобных грибов слишком много. Съедобный всего один по едоку. Ничего не видно. Может, кстати, самое время сделать себе факел? А, так он самогон тратит. А топливо для зажигалки мне не заспаунилось по второму разу, да. Не, ребят, я не готов тратить самогон в такое непростое время. Будем всматриваться. Я, в принципе, могу опять-таки себе картинку подкрутить. Гамма, яркость, контрастность. О, видно, конечно, намного лучше. Но опять-таки на видео почему-то не меняется. Ящики по-любому бьем. Древесина. Оружейная гильза. И опять я замерзаю. Кувалду можно подобрать? Кстати, странно, да, по сути-то, что нет. Вот она стоит, возьми, бери. Что-то я пока не нашел никакого станка себе. Древесина изолента. Хоть что-то выпало, а то одна древесина падает. Так, ну ничего. Никаких тебе станков, не станков. Там, конечно, был лаз на чердак. Сейчас залезем. Давай пока еще погреемся, пока такое возможно. Сколько костер? 52%. Давай-давай, маленько палок подканем. Пусть будет, он нам нужен, да? Хоть какую-то, если честно, он мне уверенность дает. Ну, слушай, если на крышу, то поехали на крышу. Собаки какие-то, волки же так не гавкают, правильно? Правда, тут на крыше-то особо ничего нет. По заданию я должен тут собрать динамит. Вот она, лестница наверх, пойдем посмотрим, что наверху. Сильный, что ли, минус? А, ну вот, все, вижу. Минус 5, это, в принципе, терпимо. О, вот, о, ну как всегда, вишер, разжег я, блин, раньше времени. Вот тебе, пожалуйста. Банка канифоли тут даже есть. И коробок очень много. Ну, провалилась. В принципе, это классика. Тут издеваешься. Кто попадает, кто не попадает. Он еще эту анимацию раз через раз проигрывает. Оно в ведре есть что? Нет. Все вниз проваливается. Кстати, даже в оригинальном сталкере что-то сверху оставалось. Видимо, тут такая настройка, что все точно уж проваливается. Ну ладно, спустимся, подберем, там даже что-то есть. Ну что, динамит. Вот, собственно говоря, все есть для динамита. Создаем. В долгий путь обновлено. Что, теперь мне отсюда предлагают уходить? Да. Причем он туда. То есть домой я по-любому вернусь. Но я теперь стал на перегрузе почему-то. Че, динамит так много весит? Но я создал его из того, что у меня было. Как он может весить больше? Ручка инструмента. Самодельный топор. Молоток. Нож. Фонарик разряженный. У меня, кстати, были батарейки. Вот, видишь, моток. Разбитый фонарь, причем нужен. Рыболовный крючок. Кстати, давай создадим один хотя бы. Не помешает. Что-то я думал, разгружусь наоборот из-за того, что много чего сделаю. Рыболовная леска. Вот, например, сколько у нас сейчас? 45,6 килограмм. Допустим, леска. Она же должна... Да. Ушел перегруз. Но, опять-таки, тютелька в тютельку. 45,4. А, ну не то, чтобы ушел. Ну, стало меньше. Ну, кстати, у нас была же леска. Да, ну, больше будет. Опять-таки, мне кажется, это расходный материал. Зимняя удочка. Спальный мешок, кстати. Шкура медведя. И рюкзак шкура оленя. Вот мне бы такой верстачок там. Но я не верю, что у нас на базе нет, блин, верстака. Ну, как так? Вечь же нужная. Тут, конечно, не то, чтобы прям далеко дойти, да? Вот она удочка, 500 грамм весит. Все равно перегруз. Но я бы себе сделал еще одну. Снасть в виде гибкого хлыста изготавливаю... Изготавливаем его ранее из дерева. Которая предназначается для рыбалки. Состоит из короткого удилища, лески, крючка и грузила. Технология изготовления известна издревле. Но каждый этап развития человечества, он остановился все совершеннее. Правда, конечно, честно, особо прям в этом нужды я не вижу. Ибо у меня, в принципе, и так все получается. По мясу. То есть с одного волка столько кусков падает мясо. Кушать герой не так прям часто хочет. 45,6. Так, ну и все, как-то что-то. Мне вроде говорили, что есть несколько станков разных. Но этот рюкзак мне бы очень, конечно, пригодился. Тихо. Правда, куда он тут? Какой бы он слот занял? Может, он просто бы был и сам по себе давал бонусы? Ну, ладно. Все, надо идти домой. Хочешь, не хочешь. А надо. Сейчас еще и снизу предметы надо подобрать. По заданию что? Динамит у меня. Необходимо расчистить проход и попытаться дойти до полярных зорей через заброшенную шахту. Ой, сколько древесина. Куда же мне есть только, да? Металлолом, металлолом. Вода. Как-то нужно. То, что нужно, конечно, но по весу я на капитальном перегрузе. 49,7. Скорее всего, у меня растяжение будет какое-нибудь. Пойдем погремимся сразу опять. Пока, кстати, костер горит. В принципе, тут я сделал все, что мог сделать. Правильно? Да. 11%. Давай-ка яркость скину. Конечно, намного темнее становится игра. Прям хочется обратно яркость возвращать. Так, ну, смотри, я на перегрузе. В принципе, что? Скинуть кучу древесины? Это же не такая прям проблема. Пустые банки нахрена тебе. С грибами, кстати, так ничего и не сделаешь. Мне предлагали их сушить, но видите, в чем прикол? Это самогонный аппарат нужен. И там уже грибы использовать. Разбитую фару я так и не нашел. Может, выкинуть канистру нафиг. Но опять-таки, особо ли я разгружусь? С другой стороны, тут дойти не так уж и долго. Сколько у нас время? Время еще нормально. Это еще, еще рано прям. Мы еще, по идее, успеем от дома дойти потенциально до этой шахты. Скорее всего, все не так чисто. И что, неужели я просто уйду? Я еще не был. Вон с левой нижней части карты значок треугольника какой-то. Еще ниже ОД. Шорохи, не шорохи какие-то. Неприятные. Шиповник мой, наверное, остыл, да? Холодный, да? Ну, давай его разочек подогреем и попробуем. Хотя, что его греть в банке? Если он, по сути, в стакане сам по себе. Подогреваем. И это все дело выпиваем. Что с костром случилось? Знаете, я в любом случае хочу себе костер сделать, чтобы еще раз сейв получить. Ибо я не знаю до конца, как работают сейвы. То есть, создаю костер, и в этот момент создается сейв. Почему бы не сделать так, чтобы сейв создавался в момент, когда ты заходишь около костра? То есть, пока ты находишься около костра, жмешь F5. И сохраняешься. Все, есть сохранение. И хорошо, пробую пешком идти. С перегрузом, да. И если все будет хреново, по крайней мере, у нас есть сейв. Интересно, а в ту сторону от лесопилки что? А в ту, в принципе, пустота. Наверняка там разработчик мог что-то положить. Может быть, там растет что-то и так далее. Но это уже забей. Вот нравится мне игра, честно. Вот медитативная такая. Вроде никуда спешить не надо. Занимаешься своими делами. Какая-то общая задача есть. Тут еще есть режим выживания. Но я так понял, он, в принципе, чем будет особо отличаться? То же самое, только не будет сюжета. Тоже так же хочешь грибы собираешься. О, шиповник. Грибы туда-сюда. Так, смотри, нам нужно прямо, правильно? По-моему, я выходил вообще где-то там повыше, если честно. Да, как-то так. Или нет? Да нет, да, по-моему. Вон, труп волка. Ага, все хорошо. Вот он мой ориентир. Я бы убил, так что в ту сторону прямо. Но опять-таки, я рискую, что я иду с перегрузом. Я это понимаю. Здоровье, кстати, почти 100. По температуре минус 16. Спички есть, все есть. Спички причем 90%, 8 штук. Опять-таки, домой легче возвращаться в том плане, что когда начинается резкий подъем, ты уже понимаешь, что ты поднимаешься в сторону своего дома. Ну, кстати, тут какая-то цистерна опрокинута. Там, в принципе, состав. Ну, тут недалеко же ЖД Туннель. Он прямо очень близко. Даже вот в этом вагоне я же был, по-моему, да? Слушай, ладно, давай не будем. Мы на перегрузе. Что-нибудь тебе сломаешь и все. Вот просто прямо. Чем больше играю, тем больше начинаю понимать карту. Да, вот он, пожалуйста. Прямо перед нами этот капитальный подъем, где я могу себя обломать ноги. Ха! Минус 26 из-за ветра, да? Только что минус 16 было. Солнце, кстати, вот оно, где садится. Опять-таки, это же не универсальная тема, где солнце садится. Оно может в разных полушариях на разном. Изначально, если разработчики сталкера вообще делались с ориентировкой на Припять, где солнце встает и садится, то это уже Мурманск. Правильно, Мурманская область. Менял ли разработчик этого мода расположение солнца под Мурманскую область? Это вопрос. Но вообще то, что компаса нет, это очень странно. Все с этим согласны в комментариях? Типа, вы находитесь в таком месте. Вокруг леса. Компас это прям самое нужное, что должно быть. Так, ну и в общем-то я, похоже, выхожу. Да, прям практически идеально. Шел я разве что вот так немножко левее. Да, карта небольшая, как можно понять. Пешком спокойно себе дошел от края, по сути. Так что все хорошо, живем. Сейчас нам с вами необходимо скинуть лишнего и с динамитами идти пробовать взрывать. Уверен на 100%, что там все не так просто будет. Потом пошлют куда-нибудь еще. Так, у меня обморожение, кстати, опять. Блин, свет забыл выключить. Но генератор, но генератор все, он работает и работает, да? Да, вроде бы да. Что у нас тут сырое мясо? Еще убираем, пусть будет. С этими кишками ничего так и не сделал. Но это, кстати, швейный станок нужен. Да, тут есть еще и швейный станок. О, было 24, стало 0, видели? На глазах прям. Один зажиг, 10% отнимают у спички. Ну это прям... А у меня, считай, 8, 9, 10 спичек. То есть я могу 100 раз зажечь костер. Так, ну все, переохлаждения нет. Кушать хочешь? Кушай. Пить хочешь? Пей. У моего героя жизнь нормальная. Причем, заметьте, никакой уровня сложности изначально не было там выбирать. То есть как разработчик задумал, так мы и играем. Так, что взять с собой, что оставить? Оружейные запчасти, пожалуй, я оставлю. А, изоленты, с помощью нее можно чинить. Всякие волчьи шкуры, тряпки я хочу с собой нести, потому что, возможно, будет швейный набор. И на нем, возможно, мы себе хорошо починим прям констюм. Что, неужели я опять с таким огромным весом пойду? И как минимум одну удочку убираем. Все в оружие. А, давай сюда. Плюс палок многовато. Да и металл, например. 470 грамм весит. На херна мне 14 металла. Прямо сейчас мы убедились, что много его не надо. Пусть будет 5 штук. Пусть будет точильная, например. Нам тоже особо не надо. 37,5 килограмм. Там также мы сбросим динамит. То есть маленько облегчимся. Может быть будет самогонный аппарат, наконец. Кстати, гильзу я так и не смог заправить. Да. Ну, в принципе, что, поехали тогда дальше сразу? Что тянуть? В этой серии я планирую туда сходить. Здоровье 98. Ой, какая красота. Пока светло. Чего сидеть? Ну вот медведя. Но мне кажется, все-таки его мочить надо из мосинки. 100%. Так, давай сразу по карте думаем. Кстати, мой костер тут пропал, блин. Прямо и влево от лица героя. Лево по кромке леса. Но лес, он тоже как-то странно идет. Он не кончается вот как по карте. Он как будто бы намного дольше идет. Прямо до края карты. Помните, вот, например, смотрите. Там вышка в правом нижнем углу карты. Вообще как бы в чистом поле. А по факту она среди деревьев находится. То есть видите, в чем прикол? Да, мы, конечно, могли сейчас по ориентирам двигаться строго в шахтерскую деревню. Сейчас мы идем прямо на юг. До какой поры там идти, непонятно. Правильно? Правильно. То есть вот эта, кстати, точка будет сейчас максимально сложно найти. Но на юг. В какой момент сворачивать? Ну, типа, когда кончается лес. Так лес не кончается? Пойдем, конечно, посмотрим. Или что здесь считается концом леса? Вот, например, сюда есть какой-то сход. Если я туда пойду, то куда я пойду? Ну, если вот делать примерные расчеты по ощущениям, то я сейчас, может быть, даже уже нахожусь вот напротив этого дома. Но все-таки, конечно, еще подальше пройду. Когда вот кончится забор, может, тогда считается, что можно уже сворачивать? А вот черт его знает. Кстати, в прошлый раз я вот этот бак не обыскал. Может быть, даже в нем что-то будет. А ну. Не, ничего. Смотри, вот тут уже кончается, собственно говоря, забор. Считается ли это концом? Но по ощущениям я дошел, отошел от дома далеко. И как будто бы уже, да, действительно надо в эту сторону сворачивать. И мы выйдем типа к шахсе. Я ее еще ни разу не находил. Хотя, с другой стороны, вот тут вот такая вот... Да ладно, тебе что так холодно, что ли? Какого, у кого ветрено? Во, давай. Раз холодно, ну давай. Что теперь делать? Слишком ветрено. Да ты... Только что тут была защита. Но игра у меня троллит, у меня больше нет палок. Что значит, ветрено, если тут только... Ну, это уже не первый раз я такое замечаю. Что написано защита от ветра. Потом, опа, уже ветрено в этом месте. Ну, понятно, же ветер меняет направление туда-сюда. Ну, где он по факту? Тихо, нет звука ветра. Так, а нам надо, кстати, вот примерно в эту сторону. Я уже начинаю путать и совершать ошибки. Ну... Эта шахта должна быть где-то в низине, верно? Так, тут ветра нет? Вот сейчас нет. Ну, давай попробуем. Чего, говорит? Неустойчивая позиция. Ты меня замучаешь. Вот сейчас мы с вами куда-то хер пойми куда придем. В край карты упремся. Там, в принципе, будет полегче ориентироваться. Если я наткнусь на самолет, то я буду понимать приблизительно хотя бы куда идти. Ну, я понимаю. Блин, риск всего болезнь появился. Все, давай тут. Вот смотри, щит стоит. Только попробуй сейчас мне изменить. Все, давай разжигай. Греемся. Риск переохлаждения вылечено. Отлично. Нормально мне подъело. Теперь думаем, что дальше. В принципе, я, ну, как мне кажется, сейчас иду прямо от тропинки. Вон там подъем. Я с него пришел. И как будто бы иду прямо. Ну, по факту, тоже подъем. Но, по-моему, этот подъем ведет к вышке. О, висящий пенек в воздухе. Помните, я такой видел? Это он же? Собневаюсь. Так что-то там впереди видно. Щити, блин, постоянно деревья лежащие пугают немножко. Там что-то есть. Как будто бы дом какой-то на горизонте. Все, я могу официально сказать, я потерялся. Сто процентов. Это уже... Я либо пробежал, либо не добежал, либо хрен его знает. Пить хочешь? Попей. То есть, в итоге, я не могу выйти ни на самолет, ни на что. Возможно, я сейчас игру между как раз-таки красным кружком и антенной. Скорее всего, даже это так. То есть, ни на какой самолет я сейчас не выйду. Я выйду в край карты. А нужно мне, наверное, в эту сторону примерно. Нихрена себе. Впервые такой звук слышу. Какая-то птичка запела. Мох. Опа, да, все, вот, пожалуйста, стена. То есть, можно официально заявить, что я между антенной в ту сторону, если идти, и красным, если в эту. Мы можем с вами сделать вот такой вот финт. Пойти примерно в эту сторону. Замутился я уже, честно, не знаю, как я теряюсь постоянно. Ну, вернее, знаю. А, ну, смотри, все равно бегу между. Не, нам надо в эту сторону. По идее, я бы, конечно, мог бежать вдоль стены и выйти бы рано или поздно к самолету. Потому что знаком вопросом все-таки самолет обозначен. И мне кажется, имеет смысл в нем полазить. Но нам бы все-таки уже подорвать, попробовать шахту. Уверен, не получится. Но хоть будем знать. Ну, жесть же, ничего не видно. Метель началась лютая. То есть, если даже будет впереди очертание здания, я его не увижу, потому что метель. Опа, это упавший самолет. О, ну, смотри, упавший самолет. Смотрите, помните, болото было тоже обозначено, хер пойми, каким образом. То есть, явно, ну, по факту, между домом и лесопилкой нет ничего. Болото там есть. Может быть, самолет это все-таки не знак вопроса, как вы считаете? А что тогда знак вопроса? Ну, вот этот момент я немножко все-таки недопонял. Зачем так было сделано? Хотя это вообще-то не тот самолет. А, как это не тот? Тот. Это вообще не самолет, это крыло. Хорошо. Где находится самолет? Под знаком ли он вопроса? Это большой вопрос. Что-то самогон перевозили они на своем самолете, блин. Ящики все можно осматривать. Ну, все, не все. Черный ящик. Мне что делать нечего? Эта дура наверняка килограмм 10 весит. Смотри, блин, пустые ящики. Ну, и что уже мне с ним делать? 40 килограмм, блин. Можно прослушать, можно разобрать. Черный ящик усадевший при падении самолета. В нем должна содержаться зашифрованная информация. Ага, использовать. Подожди, стой. Что значит использовать? Ты его разберешь? Я бы хотел прослушать, но разве черный ящик можно прослушать вот так вот, прям по факту? Нашел и слушаешь? Я думаю, какие-то приборы нужны. Слушайте, что вы перевозили? У вас все пусто, блин. Пилоты. Мне кажется, что-то тут похерилось у меня со спавном. У меня в ящиках особо теперь ничего не спавнится. Тут я однажды был, что-то взял, какую-то консерву. Ну и все. Нихрена тут больше нет. Ничего интересного. Например, вроде самолетом. А по факту ничего. Вот абсолютно ничего. Вот это тоже я не понял, как это обыскивается. То есть все эти три ящика считаются за один? Нет, это считается за разное вроде. Или все-таки за один? Тогда почему, если каждый за один, то нижний не обыскивается? А когда вот на этих два наносишь, они как бы обыскиваются. В любом случае пустота. Вот тоже массив огромный. Вроде на этот нет, на этот да, на этот тоже да. То есть почему у вас несколько ящиков, но два из трех обыскиваются, третий нет? Это создает непонятку такую, своем разном. Ну и что? Ну и все. Нихрена тут нет. Кстати, метель прошла. Вот теперь думай. Хорошо, самолет. Где он? Знак ли он вопроса? Может ли он быть знаком вопроса? Ну, конечно, может потенциально. В ту сторону тупик. Да и он не может быть знаком вопроса. Он слишком близко находится к тупику. Знак вопроса именно. Самолет, что-то не видно тупика. Не туда, не туда. То есть, честно говоря, я вообще не понимаю, где находится самолет. Но если брать во внимание, что с той стороны тупичок, то как-то так бежать. И я, походу, потерявся. Опа. Ха! Подождите, шахтерский городок, походу. Да, я вышел к шахтерскому городку. То есть, все-таки вопрос, это самолет или нет? Зачем было вопрос сделать? Почему самолет не нарисовать? Я путаюсь. Значит, все-таки от шахтерского городка, если в ту сторону тупик, пришел со стороны вопроса, то есть вот так вот. От шахтерского городка нужно развернуться в обратку и куда-то туда бежать. Выходит, что так. Поехали. Но, скорее всего, я опять потеряюсь. Чего? Чего? Как я вышел к хате? Подожди, я был уверен, что я бегу в сторону вышки. Я был уверен, что я бегу в сторону вышки, но я бежал в сторону хаты. Я сейчас умру. Я реально сейчас умру. В итоге я выбежал обратно в сторону дома. Вон хата. И точно моя. Да, твоя, твоя. Это треш, короче, какой-то. Я снова вышел в границу леса. Я не понимаю. В чем проблема? Я уверен, что тут объекты расположены не так, как отмечены на карте. Понятно, что это, ну, типа, сама по себе. Карта ручная, она вручную сделана главным героем. Туда-сюда. Но я не понимаю. Я уперся сейчас в стену. Вроде как, если смотреть по карте, в правую стену. То есть, если я пойду сюда, то я должен попасть на вышку. Но я не попаду на вышку. Я, блядь, не знаю, куда я попаду уже. Все, что у меня складывается в голове, что я думаю, что вот так, значит, мне надо пойти вот так, вот так. Попаду туда. Я иду. Вроде иду так. Но в итоге я оказываюсь бы вообще не там, куда я иду. Вот, пожалуйста. Слева стенолеса. Прямо сейчас должна быть где-то вышка. Ёптать, как там далеко подниматься. Он еще уже и жрать, и все на свете хочет. Я уже в реале захотел кушать. Серьезно говорю. Сейчас готов все бросить, пойти кушать. Но я очень хочу найти эту шахту до конца серии. Сейчас сорок идет запись. Вон на вышке все отлично нашел. Значит, я все-таки правильно понял, где я иду. Так, все, вот вышка. Я смотрю в эту сторону, значит, я смотрю в правый край карты, по идее. Нет, подожди, ты шел вдоль правого края как раз. Ты сейчас смотришь вверх. А вот так я смотрю вниз. А вот куда-то в эту сторону, по идее, должен быть этот сраный непонятный кишлак. Я не знаю, что это, господи. Пять веток, как всегда одной ветки, блин, не хватает. Моего друга тут не схавлю еще, а я уже и не увижу. То есть, относительно телецентра. Давай даже сохранимся. То есть, можно будет отгружаться и... Конечно, вообще надо было вдоль той стены остановиться. И от нее уже бегать. Уже ночь, кстати, наступает, темнеет. Вот, значит, станция, а вот костер. Блядь, ну вот что я сейчас не так сделаю, скажите? Влево от станции наискосочек я должен выйти четко. Если что, я перезагружусь от костра. Наверное, это моя последняя попытка сейчас будет. Я уже замучился, я кушать хочу. Вот я бегу влево от станции. Я должен выйти к этому проклятой сраной шахте. Я не знаю, как она выглядит. Я ни разу ее не встречал, сколько раз я сюда бегал. С непонятным тут ни хера с соответствиями. Здесь насколько далеко я заброшен объект. По карте он вроде так. По факту он вроде намного дальше. Все, я сейчас от карты иду влево наискосок. Я не вижу впереди ничего, никаких очертаний, никаких пустот. В итоге я спустился, где-то там вышка. Дальше влево идти? Уже темнеет. Я так долго ходил искал этого. Я вышел к самолету. Как? Если самолет это вопрос, то как, если я пошел от телевышки налево? Ну, от радиовышки вернее. Я пошел налево, я не пошел прямо. Что такое знак вопроса? Это самолет или нет? Тут точно так, как на карте объекты изображены. Они точно так же находятся в реальной, на локации. Как я вышел в самолету, если он знак вопроса, если я пошел налево от вышки? То есть я сейчас от самолета пойду прямо, я выйду к шахтерскому городу. Ну как, если я пошел налево от вышки? Ну как такое может быть? Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok